Здравствуйте! Снова с вами я, Данил Букреев. Сегодня пришла очередная посылка. Здесь у нас должна быть сумка женская и три кошелька тоже женских. И как всегда, давайте в принципе приступим к открытию посылки. Аккуратненько её откроем. Чтобы не повредить, вот уже выглядывает товар. Посылка шла примерно 20 с чем-то дней. Отложим пока кошельки. И достанем самое большое. Давайте ещё подрежем. Самое главное это сумку. Нормальный продавец. Вроде бы всё хорошо. Сейчас проверим качество товара. Аккуратненько открыли. И аккуратненько достаем. Плотно очень упаковано. Как всегда, много пакетов. Сумка чёрная. Да, 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 заказывали чёрную, не бежевую. Точно всё вспомнил. Сумка стоила 8 долларов и там что-то центов. Сколько-то. Вот такая сумка. Вот ручка спрятана вовнутрь. Сейчас всё покажу. Вот такая сумка. В принципе, здесь одно отделение. Ну, для тетрадок ходить на учёбу, для девушек, я думаю, достаточно. Вот маленький карман внутри. То есть, отделений никаких нету, разнообразия там в этом роде. Вот, то есть, закрывается на магнитной такой штучке. Ну, как обычно, в принципе, бляшка для вида, для красоты. Сзади такой карман, кстати. Каких-то явных повреждений я не вижу. Пытаюсь так рассмотреть. Сумка из кожзама. Ну, вроде бы всё нормально на первый вид. Ну, если её набить чем-либо, конечно, она будет уже выглядеть получше. Ну, вот, в принципе, вот такая вот сумка. Вот, то есть, ну, регулируемый, соответственно, регулируемый вот этот ремешок. Вот, можно его сделать длиннее, можно сделать короче, отпустить, натянуть. То есть, всё это реально. Ну, вот, сумка, в принципе, я не вижу явных каких-то повреждений на первый вид. Всё отлично. Ну, сделано довольно качественно. Все швы, нитки не торчат. Ничего в этом роде. Ну, какая-то же штучка, но я думаю, это не важно. В общем, явных повреждений я не вижу. Может, к своему заказчику поступать спокойно. Отложим. И вот за 6 долларов такие кошелёчки женские. Аккуратненько открываем. И вот такие кошелёчки. Получается, у них сейчас я разберусь. А, да, два отделения. Вот, то есть, вот такой кошелёчек. У него с двумя, с двумя, он получается, отделениями. Ну, он довольно маленький. Особо в него не разгуляешься. Ну, если чуть-чуть денег взять с собой, купюру сложить пополам, в принципе, нормально. То есть, вот так он открывается. Довольно качественно сделанный. Запаха такого резкого не имеет. Ну, пахнет чем-то китайским. Just star. Но, в принципе, красиво выглядит. Ну, женственно, да. То есть, я думаю, что покупатели останутся довольны. Он такой приятный. Ну, покажу и другие цвета. Этот тоже в порядке. Всё нормально. Вот такой кошелёк. Ну, цвет, внутренний цвет, по-моему, одинаковый у всех. Да, здесь внутренний цвет одинаковый. И давайте посмотрим третий кошелёчек. В принципе, за 6 долларов такие три штучки довольно качественно. Недорого. То есть, они сделаны качественно. Не вижу никаких явных там повреждений, что что-то с ним не то. Всё нормально абсолютно. Вот такие три кошелька. Я думаю, что покупатели останутся довольными. То есть, пришла сумка и три кошелька. Ну, в принципе, на этом я буду заканчивать. С вами был Данил Букреев. Подписывайтесь на мой канал. Скоро мы будем расширяться. Заказаны уже посылки с многих других китайских сайтов. Если вам интересны обзоры на них и интересно, как заказывать с других китайских сайтов, то оставайтесь с нами на моём канале. Ещё что хочу сказать. В моей группе мы собираем общий большой заказ на Таобао. И все, кто живёт в Украине, в особенности в Донецке, это вам будет удобно, выгодно. И я думаю, что вы останетесь довольными. То есть, вступайте в мою группу. И скоро там появится информация о общем заказе. В принципе, сегодняшними покупками я доволен, в отличие от прошлых. Всё выглядит достойно. Всё выглядит качественно. И за такие цены, как всегда, Алиэкспресс опять начинает меня радовать. То есть, череда плохих покупок прошла. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.